Дорогие друзья, большой-большой привет! Сегодня готовим невероятно вкусные, нежные, очень красивые и нарядные бутербродики или закусочные мини-тортики к празднику! Итак, для данного блюда нам понадобится два главных ингредиента. Это кусочек слабосоленой красной рыбы, у меня семга, и творожный сливочный сыр. Я буду использовать сыр Альметто. Вот из этих двух продуктов мы будем готовить такой нежный крем. Я думаю, что такое сочетание знакомо многим, но у нас будет не совсем обычный вариант. И вот по моему мнению, мнению моих гостей, друзей, этот вариант просто бомба! А весь секрет в том, что предварительно мы этот кусочек рыбки запечем. При 180 градусах нам понадобится буквально 10-12 минут. После запекания вот так очень легко кусочки отделяются. Ой! Запекала я прямо на шкурке, на коже. Теперь вот так отделяю. Вот в итоге получились такие маленькие кусочки запеченной рыбки. И вообще говоря, можно просто размять вилкой помельче, и после этого смешать с творожным сыром. Но поскольку сам творожный сыр такой воздушный, взбитый консистенцией, я хочу добиться идеальности, что ли. И поэтому я вот рыбку тоже взобью. Я буду погружным блендером, но также подойдет и комбайн. Просто у меня комбайн большой, там это будет неудобно делать. Так, шумим. Теперь к рыбе мы добавляем творожный сыр. Сама рыбка солоноватая, и плюс после запекания она стала еще чуть солоней. Поэтому сюда вот идеально подходит такой нежный, сливочный творожный сыр. Тогда вот все будет очень гармонично. Добавляем творожный сыр. На 150 грамм рыбы нам понадобится 300 грамм творожного сыра. То есть пропорция получается 1 к 2. И теперь мы это все очень тщательно перемешиваем. Теперь нам понадобится хлеб. Я буду использовать вот такой белый тостерный хлеб. И еще вот такой серый, с орешками всякими, с семечками. Можно сделать кругленькие хлебушки. А я вот хочу сделать квадратные. Я убираю краешки и разрезаю на 4 части. Потом обязательно подровняю, чтобы они были ровненькими. Вот буду. Вот так. Из серого хлеба точно так же вырезаю квадратики. Ну вот еще вариант. Можно хлеб заменить на готовое слоеное тесто. Вырезать тоже или кружочки, или квадратики. И выпечь потом. Вот так. Ну и теперь начинаем сборку бутербродиков. Или таких закусочных мини-тортиков. Так назовем. Для этого я переложила крем в пакет. Так мне будет удобнее. Кроме того, нам понадобятся перепелиные яйца. И гулять так гулять красная икра. Первый квадратик. И смазываю его кремом. Чуть-чуть ложкой подровняла краешки. Накрываю следующим кусочком. Опять квадратик. Теперь крем отсаживаю только по краешку. В серединку кладем красную икру. И для красоты хочу еще поставить вот такой тоненький кружочек перепелиного яйца. Втыкаю в крем. Готово. Ну и теперь таким же образом соберу остальные мини-тортики. Вот такие красивые, аппетитные, очень вкусные и нежные бутербродики получились. Попробуйте приготовить на праздник. Я от всей души желаю вам приятного аппетита. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до новых встреч! Пока-пока, увидимся!